Ночной бунт, потасовка с конвоем и отрезанное ухо. Это картина минувшей ночи в столичном Лукьяновском СИЗО. Так, бойцы бывшей спецроты Торнадо выпускали пар после судебного заседания. Чем обернулась и чем закончилась выходка подсудимых? Во всем разбирался Александр Васильченко. Информация о том, что в Лукьяновском СИЗО бунт заключенных по делу Торнадо появилась поздно вечером. Сообщили, что есть раненые. В нас полиции заявили о нападении на сотрудников СИЗО. На этих кадрах видно, как подозреваемых в деле Торнадо доставляют в изолятор после заседания суда. Спустя несколько минут один из обвиняемых, Максим Глебов, с позывным Ахиллес, заточкой отрезал себе ухо. Позже эту информацию подтвердил и сам бывший командир спецроты Руслан Онищенко. В фейсбуке он уверяет, конфликт спровоцировали работники СИЗО. Якобы начали издеваться над заключенными. Этой версией придерживается и адвокат бывших Торнадо-всов Владимир Якимов. Но утверждает, заточки у его подзащитного не было. По его словам, обвиняемых долго держали в комнате досмотра. Потом конвоиры начали психологическое давление. И Глебов не выдержал. Там находился стол в камере, в комнате, где их обыскивают обычно. Он забежал туда, схватил, вырвал оттуда кусок железяки. Выбежал и взял себе ухо, говорит, я не могу терпеть. Хватает ухо и начинает его себе резать, это ухо. Никакого конфликта между сотрудниками СИЗО и обвиняемыми не было, утверждает замминистра юстиции Денис Чернышов. По его мнению, таким образом Глебов хотел привлечь к себе внимание. В Минюсте признают, у Глебова была заточка, но откуда она взялась, объяснить не могут. Его конвоируют в суд, потом он находится в здании, в помещении суда, потом он конвоируется обратно на территорию следственного изолятора. И это все действия происходят вне, так сказать, надзора пенитенциарной системы. Поэтому сказать, где он ее взял и в какой именно период времени, где он находился, мы не можем. Он был отконвоирован в больницу, ему была проведена операция, пришили ухо. А это кадры вчерашнего заседания. И как оказалось, во время слушания между обвиняемыми Глебовым и Онищенко произошла ссора. О том, что ты быть виноват только ты! По мнению прокуроров, это и спровоцировало агрессию Глебова. Во время вчерашнего судебного заседания командир из города Онищенко неоднократно оскорблял и унижал честь и достоинство обвиняемого Глебова. Так как Глебов, по мнению Онищенко, неправильно отвечал на его вопросы. В своих показаниях Глебов фактически подтвердил, что в роте торнадо существовал подвал, в котором содержались незаконно задержанные. А именно признал факт содержания в этом подвале пять потерпевших по этому уголовному делу. Вот этот подвал. Видео еще в прошлом году распространила военная прокуратура. Экстронадовцев обвиняют в создании преступной организации, пытках, изнасилованиях, убийствах и вымогательствах. Александр Васильченко, Елена Митясова, Богдан Вербицкий, Геннадий Аникенко. Подробности телеканал Интер.